Привет, друзья! Вы смотрите четвертый выпуск разбор съемного аккумулятора электроскутера CityCoco от компании Skyboard. На этот раз я разберу и замерю емкость батареи на 60 вольт и 20 ампер часов. Это самая минимальная емкость аккумулятора на 1200 ватт-часов, которая встречается в модельном ряду электроскутеров Skyboard. Напомню для тех, кто не видел предыдущих разборов. Все аккумуляторы я нашел на складе одного из магазинов электротранспорта. Срок хранения каждого более года и сегодняшний экземпляр не исключение. Итак, честный замер емкости завалявшейся батареи CityCoco и детальный разбор аккумулятора от электроскутера Skyboard. Погнали! Первое, на что обращаешь внимание при вскрытии батареи, это соединительные фишки силовых проводов. Мало того, что они имеют довольно плотную сцепку, так их дополнительно скрепили стяжкой, чтобы избежать возможного разъединения от вибраций во время поездки. Мне уже кажется классикой наличие дополнительного предохранителя на разряд батареи, так как это уже четвертый из пяти разбираемых мной аккумуляторов с подобной приблудой. Далее огромное количество проставок из вспененного материала по периметру основного бокса, исключающие удары о корпус во время движения. Чтобы вынуть аккумулятор, приходится приложить некоторые усилия, так как задняя стенка имеет дополнительную фиксацию на клей. Основной бокс элементов питания вновь имеет высокий уровень пылевлагозащиты, как и у предыдущих экземпляров. Кому интересны предыдущие обзоры, ссылки одна за другой появятся в верхнем углу экрана. Внешний изоляционный слой из синей термоусадочной оболочки. Далее защита из жесткого текстолита желтого цвета. Сварка всех элементов вновь на высоком уровне, вот ей богу, Skyboard, сколько можно? Дайте хоть один повод придраться. Положительные контакты имеют заглушки из специальной изоляционной бумаги. И вновь необходимо отметить наличие выпускных клапанов избыточного давления. Skyboard явно не экономит на элементах питания, но это будем посмотреть и двигаемся дальше. Дополнительные проставки внутри основного бокса вновь в своем репертуаре. Мне порой кажется, что любой аккумулятор от электроскутера Skyboard, какой ни возьми, можно пинать как футбольный мячик на протяжении трех километров и ему ничего не будет, потому что внутренние проставки будут сглаживать любые удары и колебания. Размер элементов питания 18650, 16 параллелей по 8 банок, каждая из которых обозначена в 2500 мАч. И реальную емкость мы вновь проверим чуть позже на реальном разряде 20-амперным током на специальном тестере. Банки расположены в специальных ячейках-холдерах, чем, кстати, может похвастаться не каждый производитель, так как пытаются экономить место. От слишком близкого соседства элементы зачастую нагреваются во время жары до предельной температуры, так что наличие холдеров имеет однозначное преимущество. По маркировке БМС-платы можно легко определить дату сборки самой батареи. 1 августа 2019 года, то есть на день съемок она уже пролежала на складах более полутора лет. Приступим к вскрытию БМС-платы. Снимаем теплоотводную пластину. С обратной стороны отмечаем наличие термопасты и это плюс. И вновь наличие всего необходимого. Мощные маскеты, балансировочные транзисторы, регулирующие ровное напряжение на каждой ячейке и термодатчик. Казалось бы, все производители пытаются экономить на производстве, но похоже Skyboard является реальным исключением из правил на российском рынке. Но давайте замерим общую емкость. Разряд будем проводить 20 амперами по максимальной возможности тестера. В итоге за 58 минут и 53 секунды аккумулятор отдал 19,62 Ач. То есть на 0,38 Ач меньше заявленных производителем. Да-да-да, я понимаю, что батарея валялась на складе более полутора лет до востребования. Но все же мне интересно ваше личное мнение. Что думаете вы? Напишите об этом пожалуйста в комментариях. Что думаете о качестве сборки и использованных БМС-платах? Ваше мнение будет полезным для миллионов зрителей. Друзья, я напоминаю, что компания Skyboard на протяжении всего 2021 года проводит ежемесячные розыгрыши электроскутеров среди подписчиков. Стоимость каждого более 100 тысяч рублей. Участие может принять любой человек, подписавшийся на канал абсолютно бесплатно. Два победителя уже вовсю рассекают на своих призах. Их видеоотчет можно посмотреть, пройдя по ссылке в описании к этому видео или дождавшись окончания ролика. Если ты хочешь выиграть настоящий электроскутер вип-класса, тебе необходимо выполнить всего несколько простых действий под одним из следующих выпусков на данном канале. Так что нажми на колокольчик, чтобы не пропустить старт регистрации на июнь 2021 года. С вами был Роман, испытатель электротранспорта. Впереди огромное количество розыгрышей и, как всегда, очень много интересного. До новых встреч на просторах ютуба! Субтитры подогнал «Симон»!